Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Среда у нас традиционно может быть связана еще с таким приятным лозунгом, что среда пришла, неделя прошла, скоро выходные. Это действительно так, но перед выходными у нас еще несколько влажных макроэкономических отчетов, на которые мы с вами ориентировались еще с начала торговой недели. И большая часть этих релизов, конечно же, связана с статистикой по Англии и Соединенным Штатам Америки. Нас ждет впереди еще торговая сессия четверга. Вы помните, суперчетверг, поскольку в этот день уйма отчетов от голосования по денежно-кредитной политике до прогноза по инфляции по Англии. И в этот же день нас ждет показатель CPI, то есть индекса потребительских цен по Штатам. О важности, что первого фундамента, что второго релиза я уже говорил, я надеюсь, что повторять не нужно. Вы уже, собственно, запаслись с терпением, ждете, так же, как и я, какие цифры, собственно, будут опубликованы, какой расчет в плане оценки и перспектив того, что будет по банку Англии, будет озвучен, и на что мы, в принципе, сможем рассчитывать дальше, будучи долгосрочными трейдерами и продолжающими верить как в рост доллара, так и в слабости британской валюты. Я думаю, то, что на завтрашнем брифинге мы давайте посвятим больше уже времени британцу, поскольку это будет правильно, ну и тоже поговорим про доллар. Сегодня постольку-поскольку затронем эти активы, тем более, что отчеты, которые, собственно, имели место быть в рамках вчерашней торговой сессии, были связаны преимущественно с фунтом. По этой статистике мы сегодня, безусловно, поговорим. Продолжаем следить также за тем, что происходит и на рынке прочих финансовых инструментов. У нас традиционно с вами нефтянка. Клосс вчерашней торговой сессии 54,27. Сейчас актив торгуется чуть пониже 54,15, но все равно мы видим то, что держится опланка 54. Нефть не особо торопится, чтобы двинуть себя выше. Мы понимаем, что сейчас настолько интересный фундамент, что при обзоре и анализе этих новостей под разными углами можно найти поддержку и помощь для себя, как будучи продавцом, так же, как и для покупателей нефти, которые верят в то, что котировки черного золота, в данном случае по бренду, легко смогут преодолеть сопротивление 55 и двинуть уже в район 60 долларов за баррель. Друзья, я надеюсь, что вы уже определились с тем, к какой категории трейдеров вы относитесь по нефтянке, если спекулируете этим активом. Поэтому мой ежедневный обзор того, что происходит на нефте, является, скажем, помощником того, чтобы либо еще раз убедиться в том, что вы правильно все делаете, либо, может быть, какой-то фундамент позволил вам изменить свою точку зрения и перейтируется уже на другой трейд по этому инструменту. Что касается вчерашней торговой сессии, она была крайне насыщена для нефтянки, поскольку у нас сразу было два доклада ежемесячных, ведь мы с вами, по сути, в старте сентября и традиционно анализируем прогнозы Администрации энергетической информации, прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства. На протяжении всего года этот фундамент оказывал поддержку нам, как медведи, поскольку что не релиз, что не прогноз, так это ожидание еще большего производства нефти и сохранение подтверждения высоких показателей исландцевой активности в США, и, если ссылаясь, опять же, на международный энергетический прогноз Международного энергетического агентства, снижение падения спроса со стороны мировой экономики. Вот вчерашняя статистика. Давайте начнем с доклада ОПЕК. Производство нефти в прошлом месяце, то есть в августе, снизилось на 79 тысяч до 32,76 миллионов. Произошло это за счет снижения выработки и добычи нефти в Ривии, за счет снижения добычи в Ираке и Венесуэле. В позитивный момент не спорю, может быть, его оказалось достаточно, чтобы подкупить нефть и порадоваться, опять же, покупателям этого актива. Но тут же я хочу сделать контраргумент, тоже отталкиваясь от этого фундамента. Он заключается в том, что производство 32,76 миллиона, как вы понимаете, превосходит показатели 32,5 миллиона баррелей, а это не что иное, как ориентир, тот самый, скажем, параметр сделки энергетического пакта, который был зафиксирован еще в конце 2016 года. То есть ОПЕК что нам говорил? Что баланс удастся восстановить, если производство будет находиться ниже этой платки. Ну, сопоставляя цикл 32,5-32,76, мы сможем легко прийти к выводу о том, что производство по-прежнему зашкаливает выше, чем установленная квота и лимит, и вывод, который тут же напрашивается сам собой, то, что сделка ОПЕК+, то есть страны Ближнего Востока и еще тех регионов, которые не относятся к категории Содружества данного государства, но тоже присоединившись к энергетическому пакту, эта сделка не такая уж эффективная и не так уж и работает. Также в ходе торговой сессии, внимание трейдеров, был представлен доклад от Администрации энергетической информации по объему добычи в Мексиканском заливе. Значит, мы делаем сразу ставку на сланцевое производство. Добыча нефти снизилась на 70 тысяч, тоже позитивный момент для покупателей, но и опять же есть контраргумент, он касается того, что не формируется какой-то новый тренд, когда сланцевая активность снижается. Нет, снижение и падение объема выработки – это отражение последствий урагана Харви, который, как вы помните, обрушился всей своей мощью именно на Мексиканский залив и привел к определенным перебоям в работе и нефтенобывающих платформ, и перерабатывающих станций. Поэтому, друзья, я думаю, что здесь вам нужно для себя определиться, что для вас более интересно – аргументация покупки, либо все-таки по-прежнему перевешивать те факторы, которые в данном случае выступают еще контраргументами для позитивного фона и контраргументами, которые его нивелируют, по сути. Также хочу отметить то, что котировки нефти явно действительно не очень-то сейчас расположены к какому-то мощному, стремительному ралли, потому что участники рынка фокусируются на статистике по запасам и понимают то, что на фоне сохраняющегося простоя по производственным мощностям простой примерно чуть больше 3 миллионов баррелей в сутки, согласитесь, это много. Этот простой фактически предопределяет то, что запасы нефти продолжат увеличиваться, поскольку нету тех производственных мощностей, которые могли бы охватить соответствующим аппетитом, переработать и так далее. Поэтому у нас статистика со знаком «плюс» по запасам. Это, я думаю, что новый локальный тренд, с ним нужно поработать. Вчера у нас традиционный отчет от Американского института нефти, который предваряет данные от Минэнерго. Я вот, к сожалению, не выписал себе конкретный показатель, но, по-моему, там выше 6 миллионов – это прирост запасов. Значит, мы сегодня тоже можем рассчитывать повторение похожего, такого показательного результата и от администрации лечнической информации. Отчет будет публикован в 17.30 по Москве. И в целом сейчас оценка ситуации с запасами, она позволяет четко определить то, что происходит фундаментально на рынке нефти с учетом последствий тех стихийных бедствий, которые разразились в Коксиканском заливе. Я надеюсь, что в этом фоне мы будем и дальше получать больше поддержки для коротких позиций, поэтому долгосрочная и среднесрочная рекомендация остается такой же, как и раньше. Продаем нефтянку, ждем поддержки от данных по запасам и ждем поддержки также еще и от пятничного лиза Бейкер-Хьюз по сохранению, опять же, тенденции роста числа буровых и, соответственно, надежды на то, что производство нефти будет и дальше расти. Рубль 57-58, оттолкнулись мы от минимальных значений. Хорошо то, что рубль адекватно себя ведет, и еще даже с учетом того, что нефтянка по стоимости находится высоко, соответственно, как только цены на нефть пойдут вниз, рубль столкнется еще больше, в эвальвации. Ждем ее, как и раньше. Фондовая секция США – это отдельная история. Вчера был зафиксирован, даже не помню, в последний раз, когда мы видели, когда все три основные бенчмарки американской фонды обновили рекордный максимум. Вот интересная еще статистика по S&P у нас сейчас котировки. Примерно 2492 пункта. Американский индекс S&P обновил исторический максимум в этом году 32 раза подряд. Можно, опять же, связать интересы к не только американской фонде, но и прочим рынкам и развитым, развивающимся фактам снижения геополитической напряженности. Опять же, мы поговорим сейчас о ситуации вокруг Северной Кореи. О снижении неопределенности по вопросу с потолком с лимитом государственного долга. Ну и сейчас, опять же, мы, очевидно, видим склонность трейдеров к риску, желание рисковать. Фондовый рынок – это самая лучшая, опять же, среда, где можно использовать все вот эти потребности, попробовать получить достаточный профит. И, конечно же, когда мы наблюдаем обновление исторических максимумов, конечно же, многие присоединяются к этому растущему, идущему, продолжающемуся на протяжении многих даже лет уже по американскому фондовому рынку, ралли, что снижает еще дополнительно спрос на защитные инструменты. Вот хочу отметить доллар-японскую иену, потому что американец у нас с начала этой недели продолжает развитие будущего ралли. Опять же, в ходе прошлых торгов мы видели, как пара не просто преодолела сначала сопротивление 109, иен уже оказался выше 110. Рост уже за первые две торговые сессии составляет с учетом ГЭПа больше 200 пунктов. И основная причина – это, конечно же, и то, что изменили оценку урагана Харви до тропического шторма. Это также предопределяет и более незначительный масштаб ущерба для национальной экономики. Это и снижение геополитической напряженности, поскольку Северная Корея ушла, скажем так, в тень новостных сводок и больше не отравит общественности вот этими, скажем, провокаторскими заявлениями и инициативой о желании снова провести еще одно другое испытание своих баллистических ракет, которые обязательно осуществляются в направлении, опять же, военных баз Соединенных Штатов Америки. Мы видим то, что и Штаты не особо-то сейчас радуются муссолить эту тему, тоже не подливают масло в огонь. Все это, друзья, поспособствовало улучшению настроения, и все это помогло трейдерам вернуться к тем основным движущим силам для доллара, которыми изначально всегда были и индекс американской валюты, и доходности долгового рынка, то есть казначейских облигаций, 10 лет, на которые мы обращаем внимание. Подтверждение этих слов, собственно, контраст по доходностям. Если в пятницу мы с вами были на грани 2%, по 10 лет, то сейчас уже претендуем на то, чтобы вернуться в район 2,2%. То есть серьезная разница, конечно же, эта разница повысила привлекательность доллара, особенно на контрасте расхождения и роста спреда доходности казначейских облигаций и японских налоговых активов. И я думаю, что при неизменности фундамента это ралли будет сохранено и дальше. Единственное, как я уже отмечал, что сейчас может снова испортить личное настроение, но я думаю, что вы сами знаете, это снова большой акцент и внимание к ситуации вокруг Северной Кореи. Но пока на текущем этапе ситуация спокойная. Давайте делать ставку на статистику, на локальные отчеты, которых по штатам будет еще очень много на этой неделе. И самое интересное, и как впереди. Вот, собственно, какие релизы мы ждем. Это сегодня в 15.30 индекс цен производителей. Если вы посмотрите на ожидания, они крайне хорошие. Считается то, что в прошлом месяце, также в годовом выражении, если считать, показатель вырос с 1,9 до 2,5%. Сразу хочу отметить то, что индекс цен производителей это традиционно предваряющий, предвосхищающий, опережающий индикатор роста индекса потребительских цен. Ну, конечно же, значение не в прямом соответствии. То есть, если, к примеру, индекс цен производителей растет, там, 0,5% инфляции прибавит, да, в таком же выражении. Но здесь есть, конечно же, разница в этих индикаторах. К примеру, если сегодня мы действительно увидим в годовом выражении прирост на 0,6%, я думаю, друзья, то, что для инфляции это как минимум 0,1 или даже 0,2% по росту. И не мне вам объяснять, насколько индекс потребительских цен важен для американского регулятора. Я в начале этой недели уже сделал ставку на то, что в случае роста инфляции в моменте резко изменится позиция ФРС, и мы снова услышим разговоры о крайне высокой вероятности декабрьского повышения процентной ставки. Это, безусловно, еще большая поддержка для доллара, который он достойный, который он обязательно получит при неизменности фона, связанного с геополитическими рисками. Я снова делаю на этот акцент, потому что очень часто в последнее время вот этот фон портит все наши идеи, все наши рекомендации. Нам приходится под него подстраиваться, адаптироваться, считаться с ним и, собственно, откладывать реализацию в наших с вами индивид. Но пока мы видим, что ситуация спокойна, поэтому давайте ждать сильной статистики, ждать то, что она не пройдет, незамеченной для доллара. Друзья, также хочу отметить сегодняшний комментарий премьер-министра Японии Синзаба, который сославшись, опять же, на Кураду. Это явно его соратник. Мы помним еще про политические игры 2012 года, как активно они ломбировали позиции друг друга. Политика мягкая так и останется в Японии в течение минимум ближайших полутора-двух лет. Ну, мягкая политика, она в чем будет заключаться? И в сохранении, собственно, объема программы количественного смягчения, 80 триллионов иен в год, и таргетирование показателей доходности десятилетних облигаций в районе нуля, и, собственно, прочих инструментов, тоже лимитационного стимулирования, которые на текущем этапе сейчас реализуются в рамках Банка Японии. Ну, мы это и без Синзаба знали, только эта идея не очень-то оказывала нам поддержку и не очень-то оказывала давление на японскую валюту, потому что, прежде всего, японский актив характеризуется своими защитными качествами и плюет на все проявление, опять же, этих экономических стимулов тогда, когда есть возможности и есть ажиотаж в отношении защитных инструментов, когда склонность к риску нулевая, и трейдеры начинают снова переводить свои капиталы в облигации, в золото, франк и, в данном случае, японскую валюту тоже. Евро. Ситуация без изменений. Мы торчимся на отметке 1,20 европейская валюта. Готовы пойти ниже, но для того, чтобы реализовать этот медвежий потенциал, который мы знаем, связан еще с последней риторикой Европейского Центрального Банка, желание сохранять и дальше монетарную политику, нужно, чтобы было больше помощи еще от сильного доллара. Доллар развивает восходящую динамику против иены, но даже несмотря на тот рост, который мы уже с вами оценили, охарактеризовали как довольно неплохой за такой короткий промежуток времени по паре доллара и японская иена. Вот этот психологический рубеж 110, он у нас перед глазами сейчас. И чтобы было больше интереса к доллару, чтобы нам было спокойнее, потому что американского это будет дальше расти, нужно, конечно же, оказаться выше этой планки. Как только это произойдет, Евро будет более активно сдавать позиции. Фонд, собственно, стал героем вчерашней торговой сессии, потому что в соответствии с нашим с вами расчетом, вы помните, мы ждали рост инфляции, мы предполагали то, что рост индекса потребительских цен может даже быть больше, чем прогнозируют аналитики. Мы сразу строили с вами идеи того, что высокая инфляция – это стопор для потребительской активности, на основании чего банк Англии точно не будет торопиться с ростом процентных ставок. Но, собственно, вчера произошло все ровным счетом наоборот в плане реакции трейдеров, поскольку по статистике у нас рост инфляции до 2,9%, с 2,6% в месячном выражении рост до 0,6%, с минус 0,1%. Официального заявления банка Англии не было, но трейдеры сами додумали и решили то, что такой рост инфляции является причиной, по которой банк Англии будет повышать процентные ставки. Скажем, развеять вот эти ожидания не было возможности у британского регулятора вчера. Я надеюсь, что эта возможность будет в четверг, поскольку в четверг мы с вами ждем заседания британского регулятора, ждем и высказываний пресс-конференции руководства. И очень надеюсь, что в четверг собственно сам банк Англии даст понять то, что на фоне столь скромных показателей экономического восстановления ужесточет монетарную политику глупо. Поэтому, друзья, стараюсь собственно сейчас держать ухо новострон, опять же следить за теми заявлениями, которые на рынке появляются. Собственно терплю вот этот рост британца, поскольку понимаю то, что фундаментально этот инструмент должен стоить ниже. И жду поддержки. Либо от статистики возлагаю, опять же, большие надежды на динамику заработных плат сегодня, потому что они очень сильно отстают от роста инфляции. И если нам повезет и доведется увидеть сегодня статистику по росту заработных плат в более, скажем, меньшей прогрессии внешней, чем прогнозирует рынок, тогда это растает все на свои места, и участники рынка увидят, где скрывается стоящая угроза для, собственно, британской экономики. Поэтому есть еще последний оплот надежда, что может обвалить британца, это либо статистика по рынку труда, либо, собственно, завтрашняя насыщенная фундаментальная сессия. Если ни сегодня, ни завтра он не развернется, тогда я уже даже не знаю, что может стать более весомой причиной для коррекции. И мне будет даже интересно посмотреть на те позиции, те мнения, которые будут звучать на рынке, чем можно вообще оправдать возможность сохранения этого бочевого района. Но надеюсь, что этот разворот все-таки случится. Также, друзья, хочу отметить, что сегодня у нас еще, точнее даже не сегодня, в переходе с торговой сессии среды, на четверг в 2.15 по московскому времени ночью, все правильно, состоится выступление заместителя управляющего резервного банка Австралии, Девеля, который, в принципе, повторит то же самое, что было сказано Филиппу Млоуи, который возглавляет регулятор Австралии. Если повторить то, что было сказано, значит, это исключительно мягкие комментарии, которые должны снова вернуть австралийцам ниже отметки 0.80. Это для тех, кто сейчас торгует австралийцам и ждет, собственно, как и я, когда пара окажется ниже указанного рубежа. По биткоину продавили мы поддержку в 4 тысячи долларов. Все, опять же, это отголоски вот этих рестрибционных ограничительных мер Народного банка Китая, как регулятор, который, в принципе, навязывает настроение по криптовалютам к другим площадкам, учитывая то, сколько их в Китае и вообще в азиатских регионах. Поэтому фундамент, в принципе, он был в плане реакции прогнозируем, то, что криптовалюте придется далеко, мы это увидели и в моменте, когда эти новости появились, этот тренд сохранился сейчас. И вот на текущий момент показатели по биткоину, курс даже выписал 3975, но ситуация, возможно, уже изменилась, потому что актив крайне влатилен. Я думаю, друзья, если вы добрались до этой планки, можно пока подождать, посмотреть, как биткоин поведет себя дальше. Если появятся новые интересные новости, я вам об этом расскажу и, соответственно, попробуем построить уже новую сделку и новую рекомендацию. Но такая коррекция, безусловно, она должна стать поводом призадуматься, так ли безоблачно бычье будущее для рынка криптовалюты, так ли оправдны ожидания многих трейдеров, что биткоин будет стоить и 10 тысяч долларов, и больше. Думаю, что так уж и очевидно все с такими горизонтами. Из важных событий сегодня в 11.30 ждем рынок труда по Англии в 15.30 иных цент производителей, по США предвестник данных по инфляции в 17.30 запасы по нефти и в 2.15 уже, можно сказать, завтра выступление заместителя управляющего резервного банка Австралии. По всем этим отчетам мы уже пробежались, посмотрели, на что стоит делать ставку, чего стоит ожидать. Я думаю, что представление у вас точно есть, и вы знаете, что может произойти на рынке сегодня. Остается только пожелать вам удачной торговой сессии, друзья. Не забывайте, что брифинг у нас проходит каждый день в 9.30 по московскому времени. Это для тех, кто смотрит запись. У вас есть возможность присутствовать в прямом эфире через перископ, через приложение, которое вы можете установить на мобильное устройство. Знаю, даже через, опять же, версии на десктопных компьютерах тоже все просматривается. Если вам интересна эта тема, вы можете просто загуглить и посмотреть, как настроить приложение. Все каналы коммуникации вам доступны. Если есть вопросы, задавайте их на канале на YouTube. Я регулярно просматриваю все, что вы там пишете. При необходимости даю ответы, присоединяюсь к обсуждению, к дискуссии, отвечаю на то, что вас интересует. Также, друзья, я выражаю огромную благодарность тем, кто оставит лайки, большие пальцы. Их становится все больше и больше. Приятно осознавать то, что информация вам полезна, по крайней мере, не является лишней. А лишней – это дополнительные помощники в принятии инвестиционных решений. Вы это прекрасно понимаете. Но, закончу чем хочется брифинга, классической рекомендацией, что сами видите, как, зачастую, непредсказуемо ведет себя рынок. Сами видите, то, что для реализации многих идей требуется больше времени. Соответственно, нужно быть работой с просадкой. Самый лучший вариант работы с просадками – это изначально не допускать большие риски и существенные загрузки по депозитам. Надеюсь, что все эти правила классические, собственно, правила риск-менеджмента у вас уже, как у трейдеров, состоявшихся в крови. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok